Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской, чем запомнился вторник, 26 января. Расскажут наши корреспонденты и я, Ирина Коробко. Это время Одессы. Далее коротко о главном. Дальнобойщик прожил полторы недели в кабине команды. Машина застряла в яме и поломалась. Пытался развернуться на перекрестке и вот получилось застрял. Все подробности далее в нашем выпуске. Минздрав объявил эпидемию гриппа в Украине. В целом в стране заболело больше 2,5 миллионов человек. 83 умерли. Из них 19 в Одессе и еще 10 в области. Несмотря на это, врачи просят не паниковать. Больницы обеспечены всем необходимым для лечения. Умирают от гриппа те, кто поздно обратился за помощью специалистов. Город закупил и в первые сутки после выделения денег нам медицинские фирмы поставили 27 кислородных концентраторов, которые вырабатывают из воздуха медицинский кислород. Из этих 24 концентраторов, 4 концентратора могут работать на 2 пациента одновременно. Это качественная техника американского производства, которая была немедленно размещена по всем нашим медицинским учреждениям. В понедельник вечером полицейские задержали пятерых активистов самообороны Одессы, в том числе и Тодора Пановского, и Виталия Кожухаря, которые недавно баллотировались в депутаты горсовета. Конфликт случился, когда активисты организации на автомобиле пересекли двойную сплошную и отказались дождаться, пока патрульные оформят нарушение. По словам полицейских, активисты сказали, что спешат и уехали. Догнать самообороновцев удалось на углу Канатной и Троицкой. Оказывали сопротивление и провоцировали на конфликт. Также туда на место прибыли более 10 мужчин, которые оказывали, естественно, помощь и поддержку людям, находящимся в автомобиле. Провоцировали на конфликт, не подчинялись законным требованиям сотрудников патрульной полиции. Нарушителей доставили в Приморский райотдел полиции для составления протокола, а после отпустили. Самообороновцы свою вину признают. Говорят, хотели объехать пробку, а двойную сплошную просто не увидели из-за снега. К тому же за рулем был человек, который плохо знает Одессу. Под Одессой восстановили военный городок. Там базируются связисты, которые переехали на материк после аннексии Крыма. Два года назад верные присяги бойцы заселились в полностью разрушенную часть. Не было даже самого элементарного места для сна. Теперь есть казарма, общежитие, баня и столовая. Наш корреспондент Юрий Гальченко вспомнил, как выглядела база до ремонта и сравнил это с тем, как она выглядит сейчас. Так выглядела столовая, когда в эту часть переехали связисты из оккупированного Крыма. Мох на потолке, выбитые окна и двери. Разгорелся скандал и часть начали ремонтировать. Теперь тут появилась даже полноценная кухня. Печи, плиты, вытяжка, все как полагается. Столовая уже готова, осталось организовать поставку продуктов. После аннексии Крыма приехали сюда. Здесь был заброшенный городок, но личными силами, помощью волонтеров и командования, видите, отстроились, обустроились. Сейчас в части служат только контрактники и мобилизованы. Для офицеров восстановили общежитие. Для рядового состава – казарму. Днем здесь немноголюдно. Личный состав помогает бороться с последствиями снегопада в области. Александр служит уже 10 месяцев. При виде телекамеры не теряется. Передает привет родным в Днепропетровскую область. Александр, я тебе передаю привет. Поцелуй за меня детей. Мам, я тебя тоже очень люблю. Привели в порядок и баню. Здесь наладили отопление, поставили бойлер и восстановили душевые. В дальнейшем собираются привести в порядок клуб, спортзал и комнату для посетителей. Про музей связи, такой же, как был в Крыму, пока только мечтают. В Севосополе находился, на территории нашей части, находился музей, связку. Жаль, все экспонаты остались там. Но будем пытаться восстановить, наращивать эту базу, чтобы, возможно, было снова восстановить. То есть это такая мрия и… Это мрия, это мрия, чтобы восстановить все. За два года многие связисты из этой части прошли службу в зоне АТО. Жаловаться на плохие условия не привыкли. Вскоре эта, уже обновленная часть, примет молодых солдат на срочную службу. Юрий Гальченко, Алексей Кулигин, Первый городской. В обл. Автодоре планировали выделить деньги на ремонт несуществующих мостов в Красноокнянском районе. Многомиллионный тендер должны были провести в конце января. Но сделать это помешал возмущенный глава райсовета. Он потребовал объяснить, на что конкретно пойдут деньги. Мостов в районе нет, а дороги уже много лет никто не ремонтировал. Если посмотреть в объеме, то большая часть этих денег идет не на восстановление дорожного покрытия, а на дополнительные работы. То есть очистка от пыли, покос узбичев, восстановление мостов, которых в нашем районе нет. Их нужно было, согласно этой документации, вручную очищать от пыли и бруда. После скандала в обл. Автодоре признали, что документы для тендера составлены с ошибками и перенесли дату торгов на февраль. До этого времени чиновники обещают уточнить все данные. По информации ведомства, всего на ремонт дорог в области требуется почти полмиллиарда гривен. Было установлено низкую неточностей и ограничения в документации. Например, лот 26 автомобильной дороги Красноокнянского района местит речные обсяги работ для допустимого уровня утримания за категориями дорог о неиснующих в районе объектов. Заседание суда по делу Грациотова снова перенесли, в этот раз на 11 февраля. Слушание не состоялось из-за неявки отца погибшего Романа Трачева, который проходит по делу как потерпевший. Напомню, еще в 2010 году на Соборной площади произошла драка. Два человека напали на Вячеслава Грациотова и его девушку. Защищаясь, парень смертельно ранил одного из них. Мы считаем, что это умышленное затягивание. Трачев предоставил справку о том, что он находится на больничном, хотя справка кончается 25 числа, то есть вчера. Сегодня ни он, ни его представитель в суд не явился. И, ну, как по мне, это просто злобное затягивание дела. Отмечу сейчас, дело Грациотова рассматривает апелляционный суд. Первая инстанция постановила отправить его на дорасследование. Против такого решения выступают и адвокат, и прокурор. Спустя почти шесть лет практически невозможно опросить свидетелей. Некоторые даже покинули территорию Украины. Здесь очевидно ясен результат, на наш взгляд. То есть мы считаем, что мы не виноваты, и у нас правооппозиции заключается в том, что Грациотов защищался от нападения двух лиц, что исключает его уголовную ответственность за то преступление, в котором его обвиняют. Десять дней в снежном плену. На Ленпоселке водитель прожил полторы недели в кабине КамАЗа. Машина застряла в яме на обочине, а достать ее с первого раза у спасателей не нашлось техники. Не умереть с голоду и не замерзнуть дальнобойщику помогли местные жители. В итоге об истории неудачливого водителя рассказали журналисты, и только после этого проблема решилась. Андрей Цыганко знает подробности. Дальнобойщик Александр приехал из Николаева доставить груз, но перепутал адрес. Пришлось разворачиваться. Пытался развернуться на перекрестке, и вот, получилось, застрял. Пока высмыкивал, порвал полуося, потом редуктора, и вот это, такое произошло. МЧСники получались, вытаскивали, не могли высмыкнуть. Машина села по самую ось, а задние мосты поломались. В неисправном авто Александр встретил снежную бурю. Не умереть с голоду и не замерзнуть помогли местные жители. Мы с детем каждое утро приносим горячий чай, жидкое. Надо же как-то жить. Ну а что? Ну хорошо, нам не тяжело. Ну а сколько же? Что дальше? Ну что дальше? А если его за следующие аккумуляторы убьют? Он же ночью здесь абсолютно один, и никому ничего не надо, никто ничего не делает. Так не должно быть. Машина, которую предприятие Александра отправило на помощь, до Одессы из Николаева так и не доехала. Поломалась по дороге. Тогда дальнобойщик обратился в госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Но вытащить груженный КАМАЗ с первой попытки не получилось. Тогда спасатели взяли на подзарядку аккумулятор и дали попользоваться своим. Стоило водителю только отлучиться, как у него украли аккумуляторы, благодаря которым можно завести машину и согреться. А также разбили стекло в кабине. Окно водитель кое-как закрыл целлофаном и после этого далеко от машины уже не отходил. За 10 дней в кабине успел простудиться. Во вторник утром об истории Александра узнали читатели первого городского сайта. А уже через несколько часов у спасателей нашлась техника, чтобы вытащить машину из ямы. Говорят, как раз освободилась после борьбы с последствиями снегопада в области. Инженерная техника, когда прибыла уже для обслуживания на место постоянной дислокации, вот, соответственно, у нас уже появилась машина МАЗ с лебедкой. Вот. И мы приняли решение, что можно попробовать, как бы, лебедки. Вот сегодня при этом было решение вытащить лебедки. Как вы видели, что у нас получилось. Поломанный КАМАЗ и прицеп спасатели отбуксировали в ближайшую часть. Оказалось, что она находится всего в 500 метрах от места происшествия. Сегодня, завтра утром отремонтирую и буду отправляться по месту назначения разоружать груз. Очень большое спасибо одесситам, некоторым людям, которые помогли. Теперь Александр ни на кого зла не держит и просто рад, что все завершилось благополучно. Андрей Цыганко, Алексей Кулигин, Александр Пережилин, Первый городской. Пожар возле двух столбов. На улице Тираспольское шоссе горел склад площадью 200 квадратных метров. Пламя уничтожило крышу, перекрытие имущества, которое хранилось в помещении. Спасатели боролись с огнем два часа и не дали ему перекинуться на соседние здания. Был присвоен пожару повышенный номер вызова пожар 1 БИС. Всего для тушения пожара привлекалось 4 единицы основной и 2 единицы специальной пожарной техники, 4 огнетушащих ствола. Общая площадь пожара составила около 200 метров квадратных. В настоящий момент причина пожара и ущерб устанавливается. Жертв и пострадавших нет. В Одессе полиция задержала двух наркоторговцев. Они организовали подпольную нарколабораторию по производству амфетамина и экстази. Готовый товар распространяли в ночных клубах. Во время обыска правоохранители изъяли химическое оборудование, запрещенные препараты и реагенты, а также готовые наркотические вещества. Все конфискованные материалы направлены на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство. Теперь задержанные наркоторговцы скорее всего сядут в тюрьму. Працовники полиции выявили и выключили химическое обладнание, колбы, прекурсоры, небезпечные препараты и реагенты, за допомогою которых человеки выготовили наркотическую речевину, также готовы амфетамин и таблетки экстази. Все материалы были выключены и направлены на экспертизу. За данным фактом распочаток криминального проведения за частью 2 ст. 309 незаконное производство, выготовление наркотических засобов. Правопорушникам загрожает покарание в виде избавления воли на срок от 2 до 5 лет. Полиция поймала домушников, которые 2 месяца обворовывали жителей Коминтерновского района. Работали в паре, взламывали окна и проникали в квартиры, пока хозяев не было на месте. Только из одного дома в Крыжановке воры вынесли планшет, фотоаппарат и драгоценности на общую сумму 54 тысячи гривен. Теперь задержанным грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. В настоящее время идет проверка о причастности данных правонарушителей к другим подобным преступлениям. По каждому из данных фактов начато уголовное производство по части 3 ст. 185. По возможности все имущество будет возвращено ихним владельцам. Одесский порт ждет туристов. За 2015 год на территории предприятия провели более 100 экскурсий. В этом году планку будут повышать. В Одессу должны зайти 36 круизных судов. Это почти в три раза больше, чем в прошлом. Кроме того, наш порт стал лидером в Украине по перевалке металла. Порядка 6 миллионов тонн. На достигнутом останавливаться не будут. В ближайших планах строительство новых зернохранилищ и реконструкция существующих эстакад и причалов. Причал номер 7 порта, о котором я уже говорил неоднократно, который исчерпал свой ресурс эксплуатации более 50 лет, он реконструируется. Сегодня проводятся геологические изыскания. Ставим себе планы на 2016 год начать конкретно уже строительные работы по реконструкции. Это произойдет, я надеюсь, где-то октябрь-ноябрь этого года. Одесские художники готовят экспозицию к Международному дню памяти жертв Холокоста, традиционно 27 января. В годовщине возле еврейского культурного центра выложат обувь самых разных размеров. Ее специально выкрасили в белый цвет, чтобы подчеркнуть безликость толпы. Официально Холокост унес жизни 6 миллионов евреев. Сопровождать выставку будут указатели с названиями концлагерей. Воздействие нашей инсталляции на зрителя будет не только визуального характера, но еще и будут использоваться различные звуковые эффекты, дабы проникнуться в ситуацию, которая была довольно-таки давно. Люди, которые придут на инсталляцию, они увидят эпизод ограждения концлагеря. Вполне реалистично это будет все воссоздано. На Ильичевской паромной переправе снова зимуют лебеди. Когда-то, много лет назад, они облюбовали это место. И с тех пор и местные жители, и заезжие гости наблюдают подобную картину ежегодно. Людей птицы уже давно не боятся, а особо смелые берут еду прямо из рук. Пусто здесь не бывает. Покормить пернатых и сфотографироваться хотят многие. Среди них была и Ольга Клименко. На паромной переправе зимует несчетное количество уток и чаек. Но главное – около сотни лебедей. Именно к ним приковано основное внимание людей. Мы прочитали в интернете, что им нужны витамины. Надо везти морковку, яблочки. Ну, похоже, им надо было еще натереть на терочке. На паромной переправе под Ильичевском лебеди зимуют каждый год. От голода не страдают. Люди специально приезжают, чтобы покормить их. Птицы людей не боятся и едят прямо из рук. А чем кормила? Хлебушком и яблочками и горкошкой. Морковку и яблоки иногда нарезают очень крупно. Большие твердые куски лебеди не могут проглотить, и они остаются в воде. Но это не главная проблема. Лебедей здесь кормят практически непрерывно. Главное лакомство – хлеб. Правда, специалисты опасаются – замерзшие крошки могут поранить птицы горло. Специалисты говорят, что бы ни случилось, лишний корм лучше не оставлять. Благо, люди бывают здесь каждый день и без еды птицы не остаются. Те, допустим, лебеди, которые зимуют в районе паромной переплавы, имеют незамерзшую часть акватории моря, потому что там буксиры ходят, разбивают лед. И второй важный фактор – их постоянно люди подкармливают. Добраться до переправы можно как на собственной машине, так и на общественном транспорте. Главное – правильно подготовить корм и тепло одеться. Ольга Клименко, Олег Шпак, Первый городской. Поможем перезимовать этим чудесным птицам. Это было время Одессы. На Первом городском увидимся в следующих выпусках. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами и дальше. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин